ну что же машинка уехала с гараж постоять вот он наш капотик вот будем нянчить его вот вот такой работ стоит как получится я конечно не знаю сам конечно ужасаюсь потому что тут есть кое-где такие вот вмятины прям страшные а я знаю что здесь впереди двойной металл как раз в этом месте так что по доступу будет скучно яма глубокие и как бы серьезные видно из видео тут конечно страшновато ну и как сами понимаете большая часть красивых вмятин будет под жесткостями как это уже печально известный опыт так сказать начнем с потихоньку следующим номером я чуть протер машинка была у меня уже чисто и надо слегка подполировать потому что машинка была наверное уличного хранения и она такая вся шуршит несколько ухудшает видимость при работах поэтому я беру и вторым номером слегка ее освежаю чтобы работала получше ну и так за машину приятнее взять да она не шуршит а когда она гладенькая как вы сами понимаете считать этот ничего не буду потому что я до старки считать не умею чтобы тут не было их вмятин их надо брать и делать просто так тратить время там считает сколько этих вмятин я не буду их тут много этим все сказано и много конечно таких вмятин бы серьезно серии повреждений которые уже с потягом металла глубокие что но тут разговор как будем делать стараться как а как получится будем посмотреть получится то нормально но идеального не бывает ничего тем более когда столько повреждений на детали и довольно таки повреждений таких серьезных больших вмятин сильных вмятин острых вмятин их много так что тут как говорится сделать в идеал я сомневаюсь что получится но стараться я бы короткая красота вот они первые результаты конечно немножко грязно сделано вот это вот я пока стал трогать ее надо будет немножко понянчить по-другому не вот таким острым крышечком а будет потолкать ее чуть-чуть она такая будет не такая простая вмятин к ну тут вот есть у нас окошко но второе вон третье сейчас сниму покажу зоне открытого доступа можно потихоньку понять здесь вот здесь вот уже усилители идут и здесь вот тоже самое около усилка все тут уже получается что-то хозяин зашел увидел увидел улыбается довольный значит что все таки получается получается вот окошко одно вот оно второе дальше вон третье еще два вот поменьше а потом халява кончится это я в шутку как бы хорошая работа приемлема в приятная когда здесь вот открытый доступ вмятин много да они не так легко поддаются как вот если посмотреть попытаюсь настроить но здесь у нас вот усилитель идет и вот вот эти вмятины видны и естественно вот здесь вот немножко неспокойно получается надо будет забивать опять поднимать вот эта часть уже как бы проблемная что так два раза ткнув крючком не получится здесь ну тем не менее тем не менее как сказал один мой знакомый терпение и труд все перетрут привет да и стан мятежный гараж это ты ж так сказал вот тебе привет продолжаем ремонт капота продолжаем ремонт капота именно по местам которые есть в открытом доступе вот тут конечно еще на него смотреть страшновато вот он такой грустный весь капота ну кое-где уже начинают появляться про гадоньки ну вот фильм тримбиту смотрю чтоб было веселей как комедия так вот потихонечку уже на ровное место выбраться очередное сейчас сюда пойдем вот вот есть конечно неудобные места в которых плохо разворачивается металл но я не тороплюсь вот допустим как здесь так покажу нет видно что сделан как бы не совсем аккуратно это предстоит потом опять же вот сейчас вот с этой мятиной неудобно я работаю тут рядом одна вот она была а вот она и довольно таки обширные повреждения вот рядом вот еще вот вот ну что поделать надо аккуратно аккуратно все делать поэтому я не тороплюсь с этой стороны чуть-чуть с этой с этой с этой с этой и в итоге смотришь потихоньку потихоньку вмятины прямо исчезают ну уже как бы видно или допустим или допустим вена вот еще тоже видно ну ничего зато если взять вот так вот уже чуть линия преломляет конечно ну уже по сравнению с тем что было допустим когда видишь вот такие как говорится все познаются вот они красивые вмятины уже такого там нет ну понятно металл подрастянулся где-то я его еще подрастянул поэтому я не тороплюсь аккуратненько работаю дровишки вон у меня есть это пуша топится она хорошо вот так что на ближайшие дни есть чем потопить вот Петечка гудит вовсю тут тепло хорошо на улице зима прям продолжается у нас работа над капотом вот все что осталось осталось немало еще теперь под усилителями начинка работа в свободном доступе не осталось ничего теперь придется либо работать крючок хитрыми крючками всякими такого фасона тетятами вот вот они лежат в свободном доступе НКГ окончилось сейчас немножко тут попробовал поклялся не очень аккуратно делается на мой взгляд буду теперь работать брать какой-то крючок отдельный и подлазить где это возможно потом менять на другой так и кружиться вокруг детали так сказать с ракурсов чтоб это все видеть делать еще один надо допустим какой-то угол да вот видно поднял так поднял так я не заморачиваюсь вот это вот поднимать здесь дело в том что вот на таких подвесиках зафиксировал капот и мне вот это его нянчить раскреплять потом опять закреплять мне проще у меня там есть их ни одна ни две таких подкладушечек я ими уже очень давно пользуюсь еще с молодости и мы уже лет наверно 25 точно и они и бодрые и работают вот поэтому я им пользуюсь дабы так как мне надо сделать у детали наклон в нужном мне направлении вот такие вот планы у меня вот клеевой мне не понравилось работать вот как-то она не очень аккуратно работает видно не хочет поэтому будем работать пока что крючками но вот китами чем-то чем можно подлезть что продолжается эпопея таким сверлом первоначально сверлюсь и потом так подсветка нужна так подсветка нужна что это не не так как это это не